Как использовать облачную кассу и организовать безналичные платежи через сайт. И мы с вами поговорим об особенностях применения 54-го федерального закона в туристическом бизнесе, как использовать облачную кассу, как организовать безналичные платежи через сайт и об особенностях расчета клиентов в офисе, как выбрать и не переплатить за онлайн-кассу для приема оплаты в офисе. Книга во всех условиях я буду писать и рассказывать вам в конце этого нашего вебинара. Итак, я предоставляю слово нашим гостям компании «Атолл». Коллеги, добрый день. Скажите, а теперь слышно или нет? Если звук есть, прошу поставить плюсик в чат. Отлично. Давайте познакомимся. Меня зовут Илья Сидорин. Я менеджер по корпоративным продажам сервиса Атолл Онлайн. И сегодня для тех, кто не знает, что такое Атолл и Атолл Онлайн, я расскажу о нашей компании, о тех особенностях в 54-м федеральном законе, которые есть относительно вашего бизнеса, о агентской схеме, ну и о том же, как с помощью облачной кассы вы можете сэкономить. Для начала расскажу, что же из себя представляет компания Атолл. Во-первых, мы 18 лет на рынке контрольно-кассовой техники, являемся лидером на данный момент и занимаем 40% доли рынка стационарных касс. Если же говорить о сервисе Атолл Онлайн, мы придумали данную технологию, у нас есть патент, на рынке мы уже два года, и за это время нашими клиентами арендовано более 18 тысяч касс, что составляет 64% всего рынка сервиса облачных касс, то есть касса-сервис. В партнерах у нас крупнейшие банки и платежные сервисы. На данный момент готовые интеграции составляют около 60-70 единиц. Далее давайте поговорим о тех изменениях, которые совсем недавно были приняты в 54-м федеральном законе именно для агентств такого бизнеса. Во-первых, кассовую технику должны применять все турагентства без исключения с 1 июля 2019 года, независимо от того, есть ли у вас в штате работники или нет. Также обязательной становится выдача кассового чека в момент совершения расчета. Для турагентств ИП безнаемных работников, как многие думают, на самом деле мораторий не действует. Также с 1 июля 2019 года необходимо отказаться от бланков строгой отчетности. При регистрации кассы необходимо указывать признак агента. Это тег 1057, признак платежного агента в чеках, либо признак другого иного агента. На банковские переводы между компаниями и индивидуальными предпринимателями чеки по-прежнему не нужны. Если говорить о тех особенностях оформления чека, которые перед нами с вами стоят, во-первых, если передача денег происходит раньше, чем подписываются документы, то печатается чек с признаком аванс. При расчете выбивается чек с признаком расчета предоплата полная, если после окончания тура происходит зачет предоплаты. В чеке обязательно отмечать название услуги и тура. Оно указывается в реквизите наименования предмета расчета. Это тег 1030. Также в чеке надо указывать наименование туроператора. Если же это не делать, придется платить налог с выручки. Давайте перейдем к следующему разделу, а именно как сэкономить на ККТ и как вам в этом может помочь наш сервис, ну и облачные технологии в целом. Для начала давайте рассмотрим, что требует физическая касса и какие статьи расходов на вас в этом случае ложатся. Первое – это самостоятельная замена FN, либо замена с привлечением сервисной компании. Это расходы на простой и ремонт в случае поломки. Это обеспечение совместимости с системами приема платежей. Это балансировка между несколькими ККТ в случае большого количества платежей. Доступ в интернет и электроснабжение. Ну, я думаю, это понятная история. Организация системы оповещения инженеров о работоспособности оборудования. Если же у вас большие объемы, несколько организаций, например, несколько сайтов, и вы понимаете, что невыдача чека может стать для вас критичной. Перепрошивка кассы при изменении в законе. Такие изменения были совсем недавно. Это, например, НДС-20, либо изменение формата фискальных документов. Дополнительные затраты на сервис и обслуживание. Ну и понятно, что ввод кассы в эксплуатацию тоже повлечет за собой дополнительные денежные средства. Как же в итоге сэкономить на кассе? В случае аренды ККТ мы берем на себя все заботы. Обеспечиваем работу кассы и ее обслуживание под ключ. Освобождаем ваше время и ресурсы на профильные задачи. Нет никаких скрытых платежей. Ну и, по сути, вы экономите денежные средства, если считать все затраты, которые могли бы быть в совокупности. Что же из себя представляет наш продукт? Именно сервис Атолл Онлайн. В первую очередь, это кассы Атолл 42FS, либо Казначей ФА, которые располагаются в центре обработки данных. Они не находятся у вас в офисе. Вы их, по сути, никогда не увидите и никогда не потрогаете. Сама программная технология Атолл – это тот программный продукт, та среда, которая обеспечивает взаимодействие с теми кассами, которые располагаются в ЦОДе. И непосредственно та оболочка, которую вы видите. Это личный кабинет Атолл Онлайн. Про него расскажу чуть-чуть позже. Какие же оплаты можно фискализировать через сервис Атолл Онлайн? В первую очередь, это облата через банкомат, облата через интернет, интернет-эквайринг, и облата через мобильный банк. Теперь давайте на реальных цифрах сравним аренду кассы Атолл Онлайн и покупку стационарной. Для расчета возьмем одну кассу на несколько офисов. В конкретном кейсе это аренда-покупка на примере пяти точек продажи. Но важно отметить, что при схеме продажи через интернет. То есть в том случае, если вы в офисе продаж, не принимаете наличные денежные средства, и у вас нет наземного эквайринга. То есть определенным способом всю оплату вы производите лишь через интернет, теми методами, которые были на слайде ранее. Для начала посчитаем, во сколько нам обойдется аренда кассы Атол Онлайн. Далее перейдем к стационарной кассе. Во-первых, это четыре фискальных накопителя, четыре плановые замены в год. Один фискальный накопитель сейчас стоит 6300 рублей. Умножаем на четыре, получаем 31500. Аренда кассы в год составляет 34800 рублей в среднем. Да, для партнеров есть спецтарифы и спецпредложения, поэтому конкретно вашу стоимость вы можете узнать, написав на контактный адрес электронной почты, который будет в самом конце. С вами свяжется наш менеджер и непосредственно уже рассчитает ваши коммерческие условия. Если говорить о услуге ОФД, она входит в стоимость сервиса Атол Онлайн, никаких дополнительных затрат вам не потребуется. Помощь регистрации кассы ФНС также входит в стоимость сервиса, никаких дополнительных ни людей, ни служб вам привлекать в этом случае не надо. Сервисное обслуживание, логично, что кассы находятся на нашей стороне, в ЦОДе, и мы несем все затраты самостоятельно. В этом случае аренда кассы в год составит 66300 рублей. Запомним эту цифру и теперь разберем, на что же мы потратим с вами денежные средства при покупке стационарной кассы. Если говорить о покупке четырех кассовых аппаратов изначально, нам нужно с вами озаботиться о ФНах. В этом случае нам с вами потребуется 20 ФНов при стоимости 6300, это 126 тысяч рублей. Покупка кассы, ну, в среднем это 8500, умножаем опять же на 5 кассовых аппаратов, это уже 42500 рублей. Услуга ОФД в среднем по рынку 3000 рублей на 5 кассовых аппаратов, это уже 15 тысяч рублей. Инфрация кассы ФНС и ОФД за каждый кассовый аппарат, это в среднем 5000 рублей. Итого это 25 тысяч рублей. Сервисное обслуживание кассы в год стационарный, это около 12 тысяч рублей. Итого это 60 тысяч рублей по году. Итого за первый год вы потратите 268 тысяч 500 рублей, и в последующие годы это 226 тысяч на обслуживание и содержание того парка стационарной кассы, который вам необходим. Я думаю, что экономию вы видите, но хочу еще раз акцентировать внимание и отметить, что данная схема возможна, если в офисах продаж вы не принимаете наличные денежные средства, не пользуйтесь наземным эквайрингом. Наземный эквайринг, объясню простыми словами, это когда к вам приходит клиент, хочет оплатить банковской картой, либо Apple Paying, Google Paying, чем угодно, и вам необходимо дать ему терминал банковский для оплаты. Не показать, грубо говоря, какую-либо ссылку на личный кабинет приложения, прочая страничка в интернете, где он может безналичным способом это оплатить, а именно, когда происходит контакт с представителем вашей организации. В этом случае, к сожалению, вам в любом случае необходима стационарная касса. Давайте немножко пройдемся по механике сервиса, как это работает и что, куда, зачем и почему. В первую очередь клиент оплачивает услугу с помощью безналичного расчета. После этого, после подтверждения транзакции, мастер-система передает всю необходимую информацию в сервис Atol Online. Информация попадает на кассу, которая зарегистрирована за вами в ФНС и располагается у нас в ЦОДе. Касса формирует электронный чек и отправляет его оператору фискальных данных. Оператор фискальных данных, в свою очередь, отправляет электронный чек покупателю на тот адрес электронной почты по стандарту, который он указал при оплате. Есть второй способ доставки электронного чека. Это когда человеку на тот номер мобильного, который он указывает при оплате, приходит ссылка на тот самый электронный чек за тот расчет, который он произвел. Но тут стоит отметить, что данные услуги в основном всегда платные и их необходимо докупать непосредственно ООФД. Но важно, что отправка электронного чека банально на e-mail, который данная услуга является бесплатной, полностью соответствует 54-му федеральному закону, и это тоже способ сэкономить. Если говорить о надежности, так выглядит наше промышленное решение. Это непосредственно те самые стойки, которые располагаются в ЦОДе. Данное решение на данный момент позволяет обработать более 3 миллиардов чеков в год. Алло, Максим. Максим, давайте мы зададим нашим прекрасным слушателям вопрос. А у кого есть касса АТО онлайн? Напишите, пожалуйста, 9 в чат. Друзья, мы будем ждать, пока вы будете реагировать. Это правило нашего вебинара. Быть с нами в диалоге. Напишите, пожалуйста, в чат. Поставьте, пожалуйста, циферку 9. У кого есть АТО онлайн? Максим, видите, да? Здесь прямо очень много ваших потенциальных клиентов. Нет онлайн. Нет касса. Хорошо, давайте так. У кого есть онлайн касса, напишите, пожалуйста, в чат десятки. Хоть что-то онлайн кассы есть или нет? Есть. Мнения разделились. Хорошо. Хорошо. Теперь напишите, пожалуйста, в чат. Все ли понимают разницу между стационарной кассой и онлайн модулям? Напишите, да, если все понятно. И напишите, нет, что ничего не понятно. И дальше мы тогда идем по презентации. Нам важно быть с вами в диалоге, что все окей. Да, нам очень важно, чтобы было все понятно. Все, супер. Отлично. Все, мы продолжаем. Да, пожалуйста, да, будьте с ними в диалоге, спрашивайте, или я буду периодически вот так встревать и задавать вопросы. Ой, я буду вам благодарен, если вы будете это делать. У вас отлично получается. Супер, отлично. Так, давайте немножко еще углубимся в закон и поговорим о тех новых требованиях в чеке, которые у нас с вами появились с 1 июля 2019 года. Во-первых, для платежей наличными или с предъявлением карты между организациями и ИП с 1 июля необходимо указывать дополнительные реквизиты. Это название организации или фио-предпринимателя, МНН-клиента. Если мы говорим о товарах, не знаю, насколько это может быть вам актуально, но вдруг вы что-либо еще дополнительно продаете. Это информация о стране происхождения с кодом, если товар импортный, сумма акциза и регистрационный номер таможенной декларации. Если говорить о штрафах и почему это важно знать. Во-первых, за использование чеков старого образца 10 тысяч рублей за каждый случай нарушения, ну и также 3 тысячи рублей штрафа руководителю компании за каждый случай нарушения. Как бы понятно, что цифры, может быть, не такие большие, как за те или иные штрафы в данной сфере, исходя из других законов, но все равно стоит понимать, что 2-3 штрафа, и, по сути, это та стоимость, которую вы можете потратить, например, на покупку, аренду онлайн-кассы и тем самым полностью законодательство соблюдать. Далее давайте разберем основные сценарии работы по 54-му федеральному закону в туристическом бизнесе и непосредственно посмотрим, как должны выглядеть те чеки, которые формируются на кассе. Мы с вами рассмотрим следующие кейсы. Первый – это предоплата за тур 100%, авансовый платеж за тур, но конечная сумма тура еще неизвестна. Например, клиент собирается выбрать или доплатить за те или иные экскурсии, либо услуги. Когда расчет происходит с компанией или ИП, например, турагентство покупает билеты для командировки своих сотрудников, продажа турпутевки со страховкой, ну и возврат предоплаты, если тур в итоге не состоялся. Первый кейс – это стопроцентная предоплата. Когда должен быть сформирован этот чек, так это момент приема оплаты на сайте в приложении на всю сумму тура в течение суток с момента зачисления на ваш расчетный счет. Важный момент, который необходимо отметить и знать – это содержание тега 12.14, который называется «способ расчета». В данном случае это стопроцентная предоплата. Вы можете отправить в этом случае электронный чек на почту, либо предоставить ссылку по тому номеру мобильного, который указал клиент при оплате. Смотрите, вижу вопросы, в каком документе прописано, что нужно бить предоплату 100% оплату. Это формат фискальных документов FFD 105, на данный момент легитимный, в котором прописаны те или иные теги, которые необходимо использовать при тех или иных схемах. Также есть огромное количество кейсов, расписанных непосредственно в ФНС, где они указывают тот или иной тег в том или ином контексте, когда и как должен применяться и использоваться. Поэтому если у вас есть, например, какой-либо конкретный кейс, который, например, мы не рассмотрим, либо есть вопросы по данному кейсу и необходимо понимание со стороны законодательства, опять же, в конце будет электронная почта, на которую вы можете направить свой запрос, и я вам лично распишу, что, откуда, почему и как вытекает, исходя именно из законодательства и формата фискальных документов, которые легитимны на данный момент. Далее рассмотрим кейс за отчет предоплаты. Когда нам необходимо отправить этот чек, так это в день отправки клиента в тур. Но тут важно понимать, и вы можете сразу задать вопрос, а у нас не так. В первую очередь это зависит от внутренних политик учета, то есть от ваших внутренних документов и от того, как у вас работает та или иная бизнес-схема. Если говорить об обязательных тегах в этом случае, тег 12.14 способ расчета предоплата, тег 12.15, который называется за счет предоплаты аванса. И, опять же, как и в предыдущем случае, вы можете отправить электронный чек на e-mail, либо на номер, отправить ссылку на него. Эти данные берутся непосредственно из той платежной системы, в которой и происходит оплата с помощью эквайринга, либо с помощью мобильного приложения. Ну и есть еще пару способов оплаты, но не знаю, насколько честно применимы они в реалиях именно туристического бизнеса. Поэтому было бы интересно узнать, как вам в первую очередь сейчас оплачивают клиенты, чтобы понимать, может быть, даже, что тех кейсов, которые необходимы у нас в презентации, нет, и я мог хотя бы устно вам рассказать. Поэтому буду рад, если вы в чате об этом напишите, как непосредственно сейчас в основном у вас происходит оплата. Как ваши клиенты оплачивают тура. Перейдем ко второму кейсу. Это бронирование тура без информации о конечной цене. Когда должен быть предоставлен этот чек? Это в момент, в день проведения расчета зачисления оплаты в счет тура. Если говорить о теге 12.14, это способ расчета, в этом случае он принимает значение аванс. И какой чек вы можете отправить, так это, опять же, только электронный на e-mail либо номер. Рассмотрим кейс, когда у нас происходит зачет аванса и возврат аванса, если конечная сумма тура меньше аванса, и предоплата, если сумма тура больше аванса. Не знаю, насколько видно, тоже расскажите, видно ли ту информацию, которая выделена красным квадратом и синей рамкой. Она, на самом деле, ключевая в чеках. Я думаю, что коллеги продублируют нашу презентацию, и там будет все видно хорошо, но на данный момент хотел... Угу, я понял, что плохо видно. Кому-то плохо, кому-то хорошо. Окей. В любом случае презентацию продублируют, и в этом случае вы сможете это рассмотреть. Опять же, напомню, теги и содержание тегов в чеке – важная информация, по сути, которая и влечет за собой некорректное применение ККТ и те или иные штрафные санкции со стороны ФНС. То есть от того, что у вас в чеке, тоже зависит многое. Когда вы должны выбить данный чек, это в начале, в дату начала тура, способ расчета в этом случае – аванс. Тег 12.15 в этом случае принимает значение зачет аванса. И опять же, вы можете отправить только электронные на e-mail и номер. И не выдавать бумажные. Далее перейдем к третьему кейсу. Это расчеты с индивидуальными предпринимателями, либо точно такими же организациями, как и вы. Когда должен быть сформирован чек? Так это в день получения оплаты. И необходимо указать данные покупателя. Это FIO покупателя для индивидуальных предпринимателей. Это ТЭК 12.27. И номер покупателя – это ТЭК 12.28. И опять же, данный чек может быть только электронным на e-mail номер. Так, вижу вопрос. Давайте сразу отвечу. То есть у клиента будет два чека, если в день начала тура еще раз пробивать чек. Смотрите, если у вас оплата происходит в сети интернет, то у вас в любом случае, ну, практически в любом, сейчас расскажу, в каком случае не будет два чека. Будет два чека. Первый – это предоплатный. А второй – уже именно на реализацию, на факт оказания услуги. То есть чек полного расчета в любом случае у вас тоже должен быть. Второй случай, когда вы ограничивались одним чеком, это когда у вас в соглашении непосредственно с вашим клиентом-пользователем при оплате на сайте, например, в оферте, либо в том договоре, который он подписывает, четко указан и прописан момент расчета. И момент расчета является окончательным. В этом случае вы можете выбивать один чек полного расчета. Если же вы не выбиваете два чека, опять же, это нарушение действующего формата фискальных документов и 54-го ФЗ. Второй чек обязателен. Также давайте рассмотрим кейс, где у нас происходит продажа тура со страховкой. Все стандартно. В день, в момент проведения расчета, зачисления оплаты в счет тура должен быть сформирован данный чек. Но в этом случае необходимо указать данные о МНН-покупателя и занести его в ТЭК 12.28. В этом случае, опять же, чек может быть либо только электронным, либо ссылка по СМС на тот номер, который он указал при оплате. Так, прошу прощения, переходим к следующему кейсу. Это возврат прихода, предоплаты. Когда же должен быть сформирован этот чек? Это в день отмены, либо отказа от тура. И в этом случае вам необходимо указать также МНН-покупателя. Это ТЭК 12.28. Что касается способа доставки чека, опять же, электронный чек на e-mail, либо номер. Так, вижу опять вопрос, что будет за отсутствие МНН-покупателя. Я не представляю людей, кто сходу МНН свой вспомнит. Смотрите, очень просто. Если МНН, например, отсутствует, но при этом он является в данном чеке обязательным реквизитом, ФНС со своей стороны, если она, например, дойдет до этого чека при проверке и данное нарушение выявит, она просто, опять же, выпишет вам предписание о том, что необходимо устранить некорректное применение контрольно-кассовой техники в данном конкретном случае, ну и дальше уже в зависимости от того, какое решение вынесет инспектор. То есть, либо вы сформируете чек коррекции, грубо говоря, этим все ограничится, либо будет предписание, которое повлечет за собой определенные административные санкции. Илья, у меня кому-то будет просьба, могли бы вы рассказать про, не знаю, там, топ-3 ошибки при использовании подключения онлайн-кассы вашей. Вот с чем вы сталкивались вот с работой с туристическими компаниями? Вот санкс, ну, там, и с другими. Смотрите, с крупными компаниями не могу сказать, что возникали какие-либо ошибки, потому что мы с самого, наверное, там, первого контакта до момента запуска сопровождаем клиента, помогаем тестировать интеграцию, помогаем со стороны 54-го ФСС, смотрим шаблоны тех чеков, которые, ну, как бы, будут пробиваться по тем или иным услугам, ну, и, как бы, берем это на полное сопровождение, и на свою ответственность до момента запуска. Если же говорить о менее крупных представителях данной отрасли, то это в основном люди любят экономить на фискальных накопителях, то есть это ИП на упрощенке, при этом ставят ИФН на 15 месяцев, что является нарушением. Это первое, с чем мы довольно часто сталкиваемся. Второе, когда не завершают интеграцию с платежным сервисом, думают, что чеки пошли, то есть деятельность не останавливается, деятельность продолжается, все думают о том, что отлично, на каждую операцию у меня есть тот самый кастовый чек, но при этом интеграция не была завершена, не нажали еще там, предположим, одну кнопку, и, к сожалению, это заканчивается чеками коррекции, которые необходимо сформировать. Но третье, наверное, самое популярное, и которое было озвучено в чате, и до сих пор актуально, так это, когда вам оплачивают что-либо в интернете, в любом случае должен присутствовать второй чек. У нас же до сих пор любят бить либо просто предоплату, которую не схлопывают по факту реализации, либо бьют полный расчет, и никак это не отражает в внутренних уставных документах. То есть по факту это как раз нарушение применения контрольно-кассовой технической. Понятно. Еще у меня вопрос, сколько по времени занимает подключить онлайн-кассу? Смотрите, в среднем это один-два дня, в зависимости от активности на той стороне, но с нашей стороны сразу же появляется персональный менеджер, который проводит по всем этапам. Хорошо. Вот еще был вопрос к этому вебинару, к вам. Какой пакет документов стандарта нужно собрать для того, чтобы вот за два дня уже точно быть уверенным, что онлайн-кассу подключат? Смотрите, если говорить о пакете документов, мы не требуем никаких документов для подключения к сервису. Вы заходите на наш сайт, регистрируетесь, и на первом шаге вводите всю необходимую информацию в текстовом режиме. То есть не нужны никакие ни сканы, ни сканы, грубо говоря, там постановки на учет юрлица. Нет, устава, нет, нет, нет. У нас таких проверок нет. То есть все довольно просто и легко. Выбили данные, прошли там еще два простых шага и попали уже, грубо говоря, на тот счет, который необходимо оплатить, чтобы вам выдали кассу в аренду уже непосредственно. И далее перейти к ее регистрации в ФНС. Но тут стоит отметить, что процесс составляет один-два дня при условии того, что у вас есть квалифицированная электронная подпись. Это КЭП. Для чего нужен КЭП? Так это для доступа в личный кабинет налоговой и подписания того самого заявления, которое можно также подать при физическом визите в ФНС. То есть КЭП, конечно, желателен. Но у нас, опять же, есть партнеры, которые довольно оперативно это делают, даже без, грубо говоря, физического носителя. Сейчас есть много схем, как это делается. Поэтому мы передаем, опять же, наших клиентов на сопровождение нашим партнерам в этом случае. Буквально там за, опять же, день-два квалифицированную электронную подпись с нашей помощью можно получить. Так, понятно. Хорошо, коллеги, напишите, пожалуйста, есть ли по сейчас пройденному материалу вопрос. Вопросы к Илье. Вот, очень хотелось рассказать бы про нашу, на самом деле, партнерскую программу. Буквально там еще минутку или займу. С чего она состоит? У нас есть несколько партнеров по категориям. Это агент, партнер и информационный партнер. Информационный партнер просто размещает у нас информацию и не генерирует как таковой трафик и не берет на себя никакую ответственность. Партнер берет ограниченную ответственность, то есть это в зависимости от того, как мы с вами договоримся, на каких условиях и что вы будете выполнять со своей стороны. И агент это уже полноценный наш партнер, который берет на себя дополнительные услуги, дополнительные обязательства по подключению и тем самым зарабатывает больше. Что представляет из себя партнерская программа? Первое, это агентское вознаграждение за привлеченных клиентов. Ну, логично, что оно зависит от количества тех клиентов и срока работы их. Ваша основная задача это ваша работа с клиентом. Всю остальную работу мы, в принципе, берем на себя и вас не нагружаем теми дополнительными задачами, которые, ну, как бы обычно возникают. Выплачиваем мы вознаграждение по каждому клиенту в течение всего периода, то есть в течение периода жизни данного клиента. Как непосредственно взаимодействуем мы с партнером? Первое, это регистрация в партнерской программе и подписание договора. Это происходит в режиме онлайн на сайте partneratol.ru. Далее происходит обучение и сдача квалификационного теста. Опять же, в режиме онлайн поддержка по всем вопросам, а также развитие обучения по тем или иным продуктам, которые возникают, либо доработкам в сервисе. Ну и относительно законодательства тоже мы всегда консультируем. Ну и на чем же можно зарабатывать вместе с Atol Online? Первое, это, понятно, начисление каждый месяц от платежа клиента, который платит нам за аренду кассы. Далее, до 25 тысяч рублей за техническую интеграцию с нашим сервисом, который вы можете помочь осуществить клиенту. Далее, это, если вы берете на себя ответственность за помощь в получении регистрации онлайн-кассы и, например, КЭПа. Ну и КЭП, это до 1000 рублей в среднем по рынку. То есть, это те денежные средства, которые не мы платим вам в этом случае, а непосредственно клиент при оказании